Уже более недели не спадает аномальная жара. Ежедневно столбики термометров превышают отметку в 30 градусов. В таких условиях даже самый здоровый человек может почувствовать себя плохо и имеет высокий риск получить тепловой удар, происходящий из-за длительного нахождения под палящим солнцем. Следует обратить внимание на такие симптомы, как нарастающая вялость, ощущение усталости, головная боль, жажда, головокружение, шум в ушах, боль вовсе тела, учащенный пульс и дыхание. Иногда появляется тошнота и рвота, усиленное потоотделение. Повышается температура тела, она может достигать 40 градусов и более, шаткость походки. Длительное воздействие к температурным факторам приводит к тяжелой форме поражений, таких как судороги, потери сознания. У детей часто возникает носовое кровотечение. Для того, чтобы избежать теплового удара, необходимо в первую очередь ограничить время провождения на солнце. По возможности не выходить из дома с 11 до 16 часов дня, носить головные уборы, пить воду небольшими глотками, чтобы не перегружать сердце, избегать чрезмерной физической нагрузки, не употреблять спиртные напитки и носить легкую, не стесняющую движение одежду. После пребывания на солнце желательно принимать душ или делать влажные обтирания. Но что делать, если тепловой удар все-таки случился? В таком случае необходимо оказать первую помощь. Первая помощь при тепловом ударе должна быть направлена на прекращение теплового воздействия и охлаждение организма. Ваши действия. Вызываем скорую помощь. Переносим пострадавшую в прохладное место, в тенечек, то есть от солнца. Укладываем на спину, приподнимаем немного ноги, расстегиваем стесняющую одежду и по возможности обеспечим ему помпаку и достаточный доступ свежего воздуха. Если человек сознание, даем выпить крепкого холодного чая или охлажденной воды, лучше слегка подсоленной. Мы охлаждаем тело пострадавшего. Можно использовать мокрую простынь, прохладные компрессы, положить в подмышевую паховую область, а также на шею с целью охлаждения крупнокровенных сосудов. Эти мероприятия позволяют нам снизить температуру тела пострадавшего. Следим за состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи. В группу риска входят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы, ожирением, а также дети и пожилые люди. Им в первую очередь необходимо избегать нахождения на солнце. Диана Желенкова, Универньюс.